Здравствуйте, я Зубов. Сегодня у нас непростой разговор, по крайней мере для меня, это будет разговор чайника, то есть меня и профессионала. У нас в гостях Шавхат Сабиров, президент интернет-ассоциации Казахстана. Здравствуйте. Как мы знаем, Кастелеком проинформировал о том, что с 1 января 2016 года вводится национальный сертификат безопасности. Тут же в интернете поднялась шумиха. Я человек достаточно далекий, я обычный пользователь. Но я так понял, что правительство, потому что Кастелеком это подчиняется напрямую правительству, с 1 января может получить доступ ко всем моим данным, ко всем моим перепискам, к паролям, к банковским каким-то карточкам, данным и так далее. Это правда или нет? Что это означает? Вы знаете, я думаю, что Казахстан чуть поторопился с этой новостью. Да, они ее сняли тут же. Она повисела буквально, сняли. Да, он чуть поторопился, потому что этот вопрос, он хоть и прописан в законе, но я хотел бы сказать сразу. В законе говорится о трафике. По трафикам они понимают международную связь. Все, что касается интернета, в законе написано интернет-трафик. Про интернет-трафик и сертификацию интернет-трафик в самом законе ничего не говорится. Поэтому я думаю, что этот вопрос, во-первых, открытый в принципе, но поскольку он сегодня уже поднимается, я думаю, его нужно обсуждать, нужно говорить, и в том числе через вашу программу объяснять нашему любимому государству, что полезно, что не полезно, что можно. В данном случае я могу вам сказать точно, что ни одна попытка в мире у государств, там Иран, Вьетнам, Эфиопия, Китай, установка такого типа сертификатов, она не удалась, была безуспешной. Ни одной не была. Китай работает на уровне инфраструктуры, на уровне железа. У него вся сеть построена таким образом, China.net, которая позволяет все эти вопросы решать на уровне железа, именно серверов оборудования. То есть, если нежелательный какой-то там портал, они его блокируют? Да, они просто ограничивают его. Какой-то, допустим, гражданин Китая залез в какую-то сеть международную, которая нежелательна для китайцев, они могут его заблокировать? Да, они могут на уровне железа практически выбирать, что можно смотреть, что там, допустим, нельзя смотреть. Вот смотрите, вот что предлагается, значит, Кастелекомам установить всем пользователям, то есть и мне, да, на все устройства, на телефон, который у меня есть, на планшет, на стационарный компьютер, установить вот этот новый сертификат, который я должен взять с сайта Кастелекома, да? Я сразу говорил о том, что эта вещь требует доработки, потому что, ну не может каждый пользователь ставить, точнее он может, конечно, поставить, но, как я уже говорил, ни одной успешной попытки установки таких национальных корневых сертификатов в мире не было. Поэтому я думаю, что может быть, может быть, один из вариантов, то есть каждому пользователю будет предложено, хотите установить такой сертификат, устанавливать, а не хотите, не устанавливать. Однако я боюсь другого, что если вы работали с электронным правительством, вы работали с банком, то есть таким методом работают практически все сайты, порталы, банки. Кто требует зашифрованного соединения между вашим компьютером и компьютером, допустим, банком. И этот сертификат, он дает возможность установить зашифрованное соединение. В случае установки национального сертификата, это, конечно, будет не очень совсем хорошая картина, потому что наш национальный сертификат могут заблокировать. Google, Facebook, PayPal, Amazon, то есть любой сайт, который этот, так как это было, например, с сертификатом голландским, по-моему, который Google тут же внес в список запрещенных. Понятно, что любая цепочка, которая устанавливается между вами и банком, любая попытка установить какое-то звено между вами и банком, это возможность того, чтобы ваши данные куда-то утекли на сторону. Каким образом? Либо это государство, либо это киберпреступник. Продолжение следует...